Здравствуйте, Рагиф Мелем. День добрый, спасибо за приглашение. Вам спасибо, что подключились к нам. Хотелось бы отметить, что большое количество вопросов, озвученных в интервью президента Азербайджана местным СМИ, касалось нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Говоря об антитеррористической операции, проведенной в сентябре прошлого года, господин президент подчеркнул, что Азербайджан не раз открыто говорил как руководству Армении, так и международным акторам, что в любой момент Азербайджан может решить вопрос самостоятельно. Это еще раз стало свидетельством того, что говорить с Азербайджаном на языке угроз или вести себя высокомерно невозможно. Вот как последние события отразились на имидже Азербайджана, на ваш взгляд? Ну, во-первых, если нам позволяет время, я бы хотел немножко отступить и сказать, что расширенные аналитические, стратегические, тактически построенные выступления господина президента, которые длились больше, чем два часа, и ответы господина президента, это был охват последних 20 лет, то, как наша страна развивалась. Все вопросы, будь то экономические, будь то политические, будь то социальные, они со стороны господина президента детально были разложены. Я бы сказал, что это было концептуальное выступление. Это платформа для будущих научных трудов, это основа для определенных структур, потому что господин президент очень много четко обозначил, как в ближнюю перспективу, так и в дальнюю перспективу. А самое главное, был призыв к обществу, к аналитикам, к политологам, к центрам научных исследований о том, что мы должны смотреть в будущее и выстраивать новую нашу идеологическую линию. Что касается насчет вашего вопроса, то особо хотелось бы отметить то, что Азербайджан в лице господина президента сегодня это другая страна. Это страна самодостаточная, это страна, которая обеспечила не только территориальное, не только экономически, но и политически свой суверенитет. Это очень важно. И вторая по значимости международная структура после ООН, как структура неприсоединения Азербайджан, возглавляя ее, смог вывести эту организацию на новую плоскость. И господин президент детально раскладывал то, как это было сделано, учитывая то, что многие страны, входящие в эту организацию, имея между собой очень, скажем так, холодные, мягко говоря, отношения, приходили к консенсусу, потому что выводилось все на новые платформы. И выводя на новые платформы Азербайджан, выстроил новый формат управления международной структурой. А следовательно, это говорит о том, что Азербайджан имеет потенциал на сегодняшний день возглавлять, принимать крупные международные мероприятия мирового уровня. Это может сделать только сильная страна. И ведя экскурс вот эти последние 20 лет, господин президент точечно раскладывал, как мы к этому пришли. С исторической точки зрения, 30 с лишним лет суверенитета нашей страны, это небольшой срок, но проделанная работа. И самый главный результат. Сегодня Азербайджану доверяют. Азербайджан не только на слова, не только на бумаге, декларируя то или иное международный документ, он сегодня утвердился как страна, которой можно и нужно доверять. И поэтому формат и те, скажем, стратегические точечные намеки, которые господин президент мессиажирует нашему обществу, но и однозначно выступление президента смотрели не только в нашей стране, но и в ближнем, дальнем зарубежье. Эксперты, определенные представители аналитических кругов, они понимают то, к чему господин президент призывает, и то, куда ведет новый Азербайджан. Новый Азербайджан с его дальнейшими целями, с ее новейшей перспективой. И эти призывы на сегодняшний день в обществе с большой любовью, с большим азартом обсуждаются. И каждый гражданин Азербайджана должен понять и делать для себя выводы, что мы живем в новом Азербайджане, и мы идем к новым вершинам, к новым высотам. Это новые вызовы, и каждый гражданин будет иметь в этих успехах свою долю. Но и каждый из нас тоже должен вкладывать в это развитие. Также, по словам президента Ильхама Алиева, антитеррористическая операция, проведенная в сентябре, по своей точности была схожа с освобождением города Шуша. Военные успехи Азербайджана изучаются во всем мире. Вот можно ли утверждать, что именно с таким успехом и самостоятельностью Азербайджана не могут смириться в странах, поддерживающих реваншистские настроения в Армении? Да, конечно. Господин президент, говоря об отечественной войне, в которой Азербайджан восстановил юридическую и историческую справедливость, опирался на очень многие факторы. Но ведущий фактор – это человеческий фактор нашей страны, это армия, то, как мы выстроили нашу армию, современная армия. И более того, и после окончания Второй Отечественной войны, мы, как страна, господин президент подчеркнул, мы продолжаем модифицировать, усовершенствовать, снабжать, обеспечивать и вести нашу армию еще к большим вершинам. То есть это не обязательно, что в качестве войны с той или иной страны, но мы должны быть на чеку, как сказал господин президент, мы должны быть бдительны. Потому что те тектонические плиты, которые мы сдвинули, как сказал господин президент, с политической точки зрения, это, естественно, кому-то понравилось, кому-то не понравилось, но Азербайджан доказал то, на что имеет свое право, то, к чему мы призвали международное сообщество, то, что не смогли сделать определенные международные институты. И, следовательно, на сегодняшний день мы должны исходить из того, что господин президент показывает и высказывает точки зрения Азербайджана, что мы миролюбивая страна, мы сегодня достигли своих целей, но это не значит, что с Азербайджаном в последующем те или иные какие-то реваншистские силы могут о чем-либо подумать, не то, что какие-то действия против Азербайджана, потому что у Азербайджана сейчас еще сильнее армия, и она в последующем будет еще более укрепляться. А это, конечно же, упирается в экономические моменты. То есть Азербайджан экономически должен быть самодостаточен, чтобы обеспечить себя, обеспечить свои силовые структуры. И господин президент особо подчеркнул, что в бюджете на 2024 год для производства современного нашего оружия, наряду с тем, что мы будем, естественно, закупать, будет выделена определенная сумма. Это рассчитано на то, что, естественно, будут переквалифицированы и модернизированы, усовершенствованы определенные заводы по производству оружия и так далее. Все это вкупе показывает то, что стратегически Азербайджан на сегодняшний день укрепляет свои позиции в международном сообществе. И, к большому сожалению, когда не работают международные правила, когда речь доходит о том, что нужно говорить с точки зрения силы, Азербайджан в той или иной форме может это все тоже показать. Но мы привержены к правилам международных институтов и в последующем призывая как региональных стран, которые наши окружают, и также всех тех, которые хотят мира на Кавказе, что мы к этому готовы. Но все те страны, а мы, господин президент, неоднократно подчеркнули, в данном случае речь идет о Франции, которая не хочет мира в регионе и будет всячески способствовать тому, чтобы мир не был заключен, она будет отторгнута из этого нашего региона. И Азербайджан через международные институты, если понадобится, как в двухстороннем, многостороннем формате, будет отстаивать свои права. Это наше юридическое право. Да, действительно, будем надеяться, что в скором времени Армения поймет все эти реалии, сложившиеся сегодня в регионе. Большое вам спасибо, что подключались к нам. Отмечу на прямой связи со студией. Благодарю был Рагиф Аббасов, эксперт, представитель гражданского общества.